Добрый день, рад всех приветствовать. Павел, спасибо, что присоединились на наше занятие в цифровой кафедре МГИМО. Меня зовут Евгений Погребняк, я декан факультета финансовой экономики. Юлия Владимировна Дворникова под буквами ФИНЭК, руководитель магистрской программы цифровые финансы. И Павел Самиев, эксперт в области финансовых рынков, человек, стартовавший карьеру в страховании, но сейчас являющийся источником знаний и компетенции для многих по всем финансовым рынкам. Я являюсь сам подписчиком телеграм-канала с одноименным названием. С одноименным титулом Павел Самиев. Не перестаю удивляться активной такой просветительской информационной работе, не очень понимаю, когда у Павла хватает на это время. Не считаю вообще возможность получить такого спикера для нас очень выгодным событием, приобретением на факультете. Наша идея в том, чтобы попробовать внедрить вот такие практические семинары в наш учебный процесс и, возможно, разработать новое поколение, новый вид курсов, в которых студенты уже ближе соприкасаются с реальными задачами, которые стоят на финансовом рынке. Проблематика, которой занимается Павел, она очень такая практическая, конкретная, затрагивает конкретные компании малого-среднего бизнеса, вопросы рейтингования, выхода на рынок, другие сферы финансовых рынков. И сегодня у нас, надеюсь, получится обзорная лекция по финансовым рынкам, по результатам которой студентов мы просим заполнить, студентов магистратуры, у которых это занятия по курсу экономическая среда бизнеса, мы просим заполнить форму с ответами. Часть этой формы, она стандартная для таких мероприятий, а часть вопросов специфическая для данного выступления, для данного мероприятия. План работы – одна пара, полтора часа, и дальше, возможно, дискуссия, ответы на вопросы. Предлагаю передать слово Павлу, еще раз приветствовать вас на нашем мероприятии. Спасибо, что нашли возможность, нашли время. Спасибо большое, Евгений, да, очень приятно. Такое представление, самому хотелось бы послушать. А, да, да, да. Спасибо большое, да. Очень приятно, да, спасибо за приглашение. Я надеюсь, что получится интересно, и я действительно хотел бы, чтобы, может быть, какие-то вопросы даже по ходу действия, скажем так, возникали, и мы бы, может быть, в детали чуть-чуть посмотрели, потому что, действительно, мы обзорно пройдемся по сегментам финансового рынка, по регулированию, как сейчас это вообще выглядит, какая динамика разных сегментов финансового рынка. Ну, и, собственно, да, вопросы, конечно, будут, это очень хорошо. Вот. Я тогда, думаю, можно на финансе, я сейчас включу слайды. Вот. И, наверное, давайте так и начнем сейчас. Да. Я пожелаю хорошей работы, перехожу на другое вот параллельное мероприятие, но, надеюсь, студенты смогут и активно поучаствовать, да, и внести свои какие-то вопросы, и часть вопросов мы можем вынести в будущие курсы, в будущие занятия. И, пожалуйста, уважаемые студенты, заполните форму обратной связи. Помимо прочего, это является частью вашей оценки за курс. Спасибо, Евгений. Да, спасибо. Начинаем тогда, да, так, сейчас запускают леби и поехали, да. Ну, я начну с общей такой истории про то, как выглядит сейчас наш финансовый рынок, да, насколько у нас участников финансового рынка, потому что у нас, в общем, достаточно большое число финансовых организаций. Вот здесь, для примера, это не все виды финансовых организаций, которые работают в России с лицензиями, соответственно, очевидно, что самый большой сектор – это банки. Большой, если даже не по количеству, а именно по масштабу деятельности, по активам, по размеру в целом бизнесу, скажем так, да, но по количеству банки уступают, например, микрофинансовым организациям, микрофинансовым и микрокредитам. У нас сейчас 326 действующих банков, хотя всего лишь несколько лет назад их было в разы больше, а, например, 10 лет назад их было больше тысячи. И когда-то их было даже и 2 тысячи лишним, и 3 тысячи их было, было такое время. И за последние 10 лет очень большое число банков лишились лицензий. Разные были причины, в том числе была масштабная чистка банковского сектора. Об этом мы еще немного поговорим. И почему она была, и как она происходила, и, собственно, к чему мы пришли сейчас. Ну, вот факт текущий. Да, у нас 326 банков, причем банки делятся на две категории. Есть банки с универсальной лицензией, есть банки с базовой лицензией, которая не позволяет освещать весь набор операций, но все равно, по сути, это банк просто с ограниченным набором функционала. Ну, в общем-то, не сильно, кстати говоря, мешающий осуществлять все основные операции, в том числе кредитно-депозитные, которые являются, понятно, для банков основными. А к банкам вернемся еще. Страховых компаний, 144 сейчас действующих. Опять же, их число тоже сильно упало, сильно сократилось, потому что была тоже чистка и этого рынка, от недобросовестных участников, от финансово-неустойчивых, ну и там сами компании уходили с рынка, потому что не видели перспективы в деятельности, потому что она была, может быть, нерентабельной, недостаточно масштабной, ну и, собственно, они сдавали лицензию. Также у нас 250 лишних действующих брокеров и больше 1600 действующих микрофинансовых, микрокредитных организаций, я уже сказал. Это тоже достаточно интересный рынок, хотя он не очень большой по масштабам, он на порядке уступает и банковскому рынку по объему активов, и другим финансовым секторам, но это интересно с точки зрения именно доступности таких микрофинансовых продуктов, микрокредитов, как розничным клиентам, так и, опять же, малому микробизнесу. Это интересный тоже сегмент. В России он развивается не так давно, гораздо позже он появился, чем те же банки или страховые компании, ну то есть банки, страховые, все основные сегменты финрынка, это начало 90-х, то есть как только у нас сменилась экономическая модель и, собственно, появился вот такой финансовый рынок, понимание, как он, собственно, действовал на Западе, тогда же появились все основные финансовые структуры, а микрофинансовые организации появились позже, потому что они сначала, как бы не было даже никакой базы нерегулятивной ни базы для их деятельности, в принципе, незаконодательной, и только лишь уже в 2000-х появились разработки, которые позволили начинать внедрение микрофинансирования в России, и вот получается этому рынку, в общем-то, меньше 20 лет. Если посмотреть на основные характеристики нашего рынка, что такое самое важное, можно отметить, по нашему рынку финансовому, банковский сектор абсолютно доминирует, его доля в общем объеме активов финансового сектора, она составляет больше двух третей, и, несмотря на то, что другие сегменты растут быстро, быстрее, чем банковский сегмент, то есть, допустим, страхование, инвестиционный сектор, они растут более высокими темпами. Тем не менее, все равно сохраняется такая структура, такая, может быть, диспропорция в какой-то степени, потому что в других странах почти везде банковский сектор составляет меньшую долю, где-то он составляет около половины рынка по активам, где-то он составляет меньший объем, даже где-то уступает в совокупности инвестициональным инвесторам, таким как пенсионные фонды плюс страховые компании. В России же он, в общем, доминирует, и он является основным таким аккумулирующим элементом всех финансовых ресурсов финансового рынка. Он же является основным практически таким, может быть, даже монополистом в каких-то видах финансовых услуг, хотя другие участники финансового рынка могут их предоставлять. Мы только что говорили про микрофинансовые институты, которые являются конкурентами банков в какой-то степени. Так вот, они едва ли там дотягивают до 1% от объема кредитования банка. То есть это совсем маленький такой сектор. Важно также напомнить, что у нас единый регулятор. Это, мне кажется, один из существенных вопросов. Как устроен надзор и регулирование в целом нашего финрынка? У нас единый регулятор – это центральный банк, который регулирует все сегменты финансового рынка. С одной оговоркой сейчас я коснусь тоже этого. Все, то есть банки, страховые, инвестиционные компании, то есть брокеры, профучастники рынка, микрофинансовые организации, депозитарии, рейтинговые агентства, как инфраструктурные такие участники рынка, деятельность бирж. Все это контролируется и регулируется в центральном банке. То есть у нас мегарегулятор. Надо сказать, что в мире существуют разные модели. Более распространенная модель – не мегарегулирование. Частье – это как раз раздельное регулирование. Рынок цена бумаг и инвестиционные структуры различные. То есть брокеры, инвестбанки, инвесткомпании и так далее, пенсионные фонды регулируются, как правило, отдельным регулятором. Банковский сектор регулируется другим регулятором. Это более частая модель. Но вот Россия перешла к мегарегулированию, постепенно шла. То есть центральный банк в течение времени получал все больше функций. И в конечном счете к текущей дате, вот сейчас, да, у нас фактически все финансовые сегменты, кроме, наверное, двух, регулируются центральным банком. Есть два сегмента, значит, это лизинг и факторинг, которые остались вне регулирования центрального банка. Ну, в силу того, что они, в принципе, никем, по сути, не регулируются. Это деятельность, которая, ну, скажем так, она в этом смысле свободна. Нет социальных требований к этим организациям, нет нормативов, нет ни протенциального регулирования, ни какого-то иного вмешать центрального банка в деятельность этих организаций, только если они не становятся эмитентами. То есть если компания становится эмитентом облигаций, например, то, конечно, регулирование в какой-то степени появляется, потому что это уже такая специальная деятельность, скажем так. А что еще важно, да, сравнение нашего рынка, ну, это тоже такая базовая вещь, это то, что российский финансовый рынок, конечно, имеет гораздо меньше проникновения практически всех инструментов по сравнению с западными рынками. То есть у нас, например, на душу населения, на процентном отношении с ВВП, процентном отношении с другим каким-то макро-показателем, существенно, меньше объема мощности финансового рынка, да, меньше кредитов по отношению к числу жителей и к ВВП, меньше инвестиционных продуктов и по объемам, и по количеству клиентов, меньше страхования, меньше всего. Но при этом у нас более продвинутый синтепс. Это тоже, наверное, такой очень важный момент, интересный, да, то есть в том плане, что мы проделали огромный путь быстро, и наша инфраструктура, наш финансовый рынок, кстати, как раз внедрение современных технологий экспровизации и использование всех практически вариантов, инструментов, которые относятся, скажем так, к финтеху, да, ну, мы все, в принципе, знаем, да, что у нас это действительно один из самых продвинутых рынков с такой точки зрения, наряду, наверное, только лишь с несколькими восточно-азиатскими странами, там, Япония, Южная Корея, Сингапур, вот, наверное, где-то вот поставимый уровень, ну, мы бы чуть повыше даже, а по сравнению с США, Союзом и подавляющейся большинством других стран, у нас более продвинутый в этом плане рынок точно. Это тоже интересная характеристика, да, то есть имея меньшую емкость, меньшую мощность по объемам и меньшее проникновение многих продуктов, мы имеем гораздо более технологичный, цифровизованный финансовый рынок. Да, в какой-то степени мы получили как раз именно вот эту точку, определенный удар в этом году. Понятно, что вот эти санкции и различные ограничительные меры, которые внедрялись, они в том числе имели целью как раз-таки ударить вот именно ровно по вот этой составляющей, да, то есть по технологичности, по использованию наиболее продвинутых элементов инфраструктуры финансового рынка, да, но, к счастью, опять же, наверное, последний такой важный тезис из общего, так сказать, взгляда на рынок, это то, что мы уже по итогам этого года, итоги можно подводить уже в сторону года, да, и итоги этого года главные таковы, что наша инфраструктура финансового рынка выдержала достаточно сильный удар и очень мощный такой напор санкционного давления, который не испытывал, пожалуй, никто никогда, то есть вот такого масштаба введения санкций, в том числе против финансового рынка, финансовой инфраструктуры, запрет на использование целого ряда элементов, которые поддерживают просто работу финансовых институтов, в том числе банков, платежей, переводов, вот, собственно, свифт, карточные карты, да, пластиковые карты, да, инфраструктура использования банкоматов, инфраструктура IT, базы данных и так далее, везде были введены очень жесткие меры, и при этом наш финансовый рынок это выдержал и работает дальше совершенно в целом штатно, да, понятно, что это неприятно, это не очень хорошо, но, осталось бы, это штатно, в отличие от некоторых других секторов, где давление оказалось очень болезненным, потому что, как пример, можно привести, наверное, отрасль автомобилестроения, где пад производства оказался очень сильным из-за того, что как раз ограничения подкосили просто там тому производству, да. Теперь давайте посмотрим на то, как финансовый рынок вообще соотносится с экономикой и как вообще влияние, скажем так, наш финансовый сектор оказывает на параметры экономического роста именно и как он соотносится с динамикой экономики. Но вот это разные прогнозы, которые вот недавно публиковались в трех сценариях, там стресс-сценарий, базовый сценарий, позитивный сценарий. Мы, может быть, вы видели, конечно, их, потому что достаточно широко вот эти прогнозы были стремлены, и вроде как это прогнозы, которые являются тремя базовыми сценариями, ну, не базовыми, а тремя вариантами, которые рассматривают правительство, как три основных варианта развития событий в целом экономике, прогнозы для динамики ОВП. Но мы видим, что здесь, конечно, он такой достаточно упрощенный, да, то есть линейный, да, линейный, нет каких-то сдвигов, нет каких-то факторов, которые эти линии прогноза просто сделают более, так сказать, более интересными, да, то есть очень линейный. Странно так, наверное, не должно быть, но для упрощения, наверное, это просто показывает смещение вот этой динамики темпов сначала падения, а потом роста ОВП, ну, для общего понимания этого достаточно. Так вот, что здесь надо сказать, что все три сценария предполагают, что 23-й год будет, скорее всего, минимальной точкой, или, в худшем случае, в сценарии 24-й год будет минимальной точкой, потом начнется восстановление, но восстановление будет идти по-разному. В позитивном сценарии уже с 25-го года там рост, и причем достаточно нормальный рост уже потом к 30-му году. В базовом сценарии эта точка, она проходит где-то в районе 27-го года, а в третий сценарий, она вообще проходит за 30-м годом, то есть постоянно будет падение объемов экономики. При этом, надо сказать, что финансовый сектор в прогнозах, опять же, вот этих, да, он выглядит лучше. То есть финансовый сектор должен показывать больше устойчивость и меньшее падение в стрессовых, вот, соответственно, годах, то есть 22-й, 23-й, 24-й, и больше, более высокий темп роста в дальнейшем, потому что он должен как раз обеспечивать, в том числе, ресурсы для роста и экономики. То есть как раз этот момент, он здесь должен быть учтен. А что можно сказать про банковский сектор? Давайте посмотрим теперь на отдельные сектора. Банковский сектор – это, в основном, конечно, госбанки. Ну, три четверти российской банковской системы – это банки с госучастницами. Теперь внимание, первый вопрос, как говорится, да. Это как-то характеризует нашу систему плохо или хорошо, или, как там, отличающийся принципиально от других банковских систем в мире. Ну, наверное, нет. На самом деле, очень много стран, где госбанки являются доминирующей структурой на рынке. И, кстати, как ни странно, в Европе тоже есть ряд стран, где госбанки составляют больше половины активов банковской системы. Там были разные причины, в том числе, в некоторых случаях это была вынужденная национализация или санации государственными или государственными фондами банков после кризиса. И поэтому госбанки приобрели такую высокую долю. У нас тоже на самом деле санация, тоже, конечно, добавила санация местных банков, которые не выдержали, да, и, собственно, пришлось их передавать на санацию фактически застет госсредств. Собственно, они как раз прибавили к этой доле тоже свою составляющую. Так вот, мы принципиально, я скажу, что отличаемся от многих других рынков, да, с точки зрения доли госбанков. Везде их много, на самом деле. И очень много стран, где она составимая с нами. Но вот чем мы отличаемся достаточно радикально, это количеством госбанков. В России сейчас больше 50 госбанков, да, вы можете удивить, как цифры, 50 с лишним госбанков. Вот такого числа, конечно, нигде нет. То есть, есть страны, где их там 2, 3, 5, 10, может быть. Причем это могут быть разные банки сразу социализации, могут быть банки развития в том числе, могут быть специальные банки, которые выполняют какую-то функцию, например, работы с отдельной отраслью. Часто бывает, что банк является, для меня, специализирующимся на кредитовании сельского хозяйства или кредитовании какой-то отдельной отрасли, например, строительный банк, который кредитует только стройку, берет на все такие риски, но у него есть такая компетенция, и у него оценка рисков как раз в этой сфере более пробвинутая, более адекватная и так далее. В этом есть мысль. И он тоже является госбанком, в Китае вот такая история, например. Но, тем не менее, все равно это ограниченное число госбанков, да, и больше 10, я вот, честно говоря, не знаю ни одной страны, где бы было больше 10 госбанков, именно по количеству структур на рынке. А у нас больше 50. Почему так получилось? Очень интересный вопрос. То есть, исторически у нас были, и сейчас есть, даже маленькие банки, очень маленькие, но они госы. То есть, они с госучастием, с контрольным пакетом или 100% госбанк. Есть банки, которые принадлежат региональным регионам, да, регионам и даже муниципалитетам. То есть, это банки, которые могут быть действительно не очень большими по масштабам, но это тоже госбанк соответственно. Ну, это и плюс, конечно, банки, которые являются дочками 100% или около 100% компаний с госучастием. То есть, если, например, берем какую-нибудь корпорацию Ростех, которая является государственной структурой, холдингом, с государственной собственностью, а у нее есть несколько банков, дочек, это не один банк, их несколько, они могут выполнять очень разные задачи. Они все госбанки. И вот, собственно, зависая, скажем так, да, вот эту вводную про госбанки, сказать, что это однозначно плохо для системы, нельзя, потому что они между собой тоже конкурируют. И вопрос, скорее, звучит в том, насколько, первое, они хорошо конкурируют, и, скажем так, эта конкуренция приводит к улучшению продуктов, ценовая конкуренция, продуктовая, технологичная конкуренция, технологическая, которая приводит к улучшению продуктов и рынка для потребителей. Действительно, это так, конкуренция между госбанками достаточно жесткая, она рыночная, в общем-то, да, как ни странно звучит. То есть, госбанки конкурируют очень рыночно. Это первый момент. Второй момент, это то, что при этом, второй, да, элемент, это эффективность, а мне госбанк. Здесь у нас ситуация похуже. Есть банки, которые достаточно эффективны, то есть у них при этом хорошая рентабельность, они нормально развиваются, у них есть возможности для докапитализации через как раз прибыль, и в том числе и в развитии своей технологичности. И самый яркий пример, конечно, Сбер. То есть понятно, что это банк, который показывает, ну, он может быть не идеальный, понятно, что он не идеальный, немного про него есть предметы для критики, каких-то замечаний, и не все, не все хорошо. Но, тем не менее, это хороший бенчмарк госбанка, который действительно проделал большой путь в развитии, повышении эффективности, повышении своей капитализации, в это вкладывается, и это для многих других участников рынка ориентир. Это нельзя не отметить. При этом есть другие госбанки, которые на протяжении многих лет фактически финансируются за счет дотации, ну, субсидируются их убыточные дети. И вот вопрос, да, существование таких банков, оправданно ли оно, если, например, какой-то госбанк на протяжении уже там 7 или 8 лет получает фактически постоянное вливание в капитал, потому что он планово убыточный, планово убыточный, и его деятельность, на принципе, немало и прибыльно. Начнем такой госбанк, который просто финансируется за счет средств налогоплательщика. Это вопрос. И в общем, госбанки очень разные в этом смысле. Давайте посмотрим теперь, собственно, на сам рынок с точки зрения цифр основных и динамики. Мне кажется, здесь тоже есть интересный момент, на который я бы обратил внимание. Вот здесь динамика розничных кредитов. Ну, тут бросаются глаза, что в прошлом году был какой-то такой мощный рост, достаточно такой сильный рост выдачи, соответственно, розничных кредитов. Это потреб кредиты вместе со всеми. Ну, здесь все здесь, потребы, кредитные карты, соответственно, автокредитование тоже здесь и так далее. Рост был высокий, высокий темп роста, и, естественно, провал после февраля этого года. Еще в феврале, кстати, достаточно неплохая динамика, потом все упало. Причины понятны, да. И дальше восстановление после лета, ну, в общем-то, достаточно такое активное. Это говорит в том числе о том, что банки очень адаптивны здесь в точке зрения реакции на события. И в том числе они адаптивны не только к стресс-событиям, то есть когда они сворачивают кредитование, ставят на паузу, может быть, на стоп-выдаче, что произошло, например, в марте этого года. Но и разворачивают активность обратно, когда видят, что ситуация изменилась в лучшую сторону, то есть их риск аппетита сразу же размораживается. Это происходит, видите, да, уже с июня этого года, у нас тут уста такой достаточно интенсивный рост объемов кредитования. Это розница, да. И здесь риски-то, в общем-то, которые связаны с внешними угрозами этого года, да, они, в общем-то, нельзя сказать, что летом как-то резко ушли куда-то в тень, да, и их общение перестали существовать. Конечно же, нет. Но размораживание кредитной машины, да, и, соответственно, снижение таких жестких требований к заемщикам, в том числе, оно произошло очень быстро, да. Вот это как раз тоже очень такой, мне кажется, важный параметр нашей банковской системы, потому что в других странах, на самом деле, в таких логичных ситуациях, когда были кризисные, скажем так, ситуации, размораживание кредитной активности потом происходило медленнее, у нас быстрее. При этом много можно услышать таких алармистических, можно сказать, прогнозов, что у нас, в общем, может произойти кризис долга в рознице, что у нас очень высокая доля кредитов по отношению к доходам населения, к ОВП, что у нас закредитованы граждане, соответственно, и, может быть, из-за этого, по сути, уже надулся пузырь, который лопнет. Ну, здесь один из индикаторов, одна из метрик, которые показывают задолженность по этим кредитам необеспеченным розничным потребам по отношению к ОВП. Можно другие привести там, они будут примерно, соотношение будет примерно такое же, да. Мы, в общем, в середине где-то списка, причем, ну, скажем так, в очень такой комфортной зоне. Это вот один, стою из индикаторов. Можно привести еще маску, где мы тоже будем примерно там же или даже ниже. Мы далеко не в красной зоне. Ряд стран, причем, это еще цифры 21-го года, по итогам 21-го года. Если мы посмотрим, например, там в этом году, то вероятно, что мы даже чуть-чуть скорректируемся по отношению к другим странам, потому что везде закредитованность растет. У нас она росла тоже, но не такими темпами. И самое главное также, да, что у нас, в принципе, до сих пор, ну, в общем-то, не очень большое по отношению к доходам населения, объема годных кредитов розничных. И быстрее, чем в целом розница растет, росла, росла, договорюсь, да, ипотека. Про ипотеку здесь надо сказать тоже три важных замечательных, как выглядит наш ипотечный рынок. Ипотека вообще, это во всех странах, практически во всех странах, это такая база кредитования. Ипотека – это прям вот такой фундаментальный, базовый кирпич в этой структуре. На нем вот стоит вся система кредитования, скажем так, да, потому что ипотека, она сама по себе очень большой сектор для банков просто, в Америке, допустим, это просто колоссальные объемы. Это во-первых. Во-вторых, ипотека продуцирует производные инструменты, секретизация и, в общем-то, огромный объем еще такого вторичного рынка бумаг, где базовым активом является ипотека, типа ипотечные портфели. И, наконец, третье, ипотека, она стимулирует спрос на жилье, соответственно, да, и тем самым она также стимулирует строительство. То есть ипотека выполняет целый ряд таких больших функций в экономике и большой объем ипотечного кредитования – это, в общем, целый такой пласт эффектов на другие отрасли и вообще на всю экономику. В гораздо большей степени, чем любое другое кредитование. Соответственно, поэтому льготная ипотека, например, которая тоже стимулирует дополнительно выдачи, стимулирует спрос на ипотеку, имеет здесь и плюсы, а именно, собственно говоря, дополнительный спрос на строительство и, как следствие, такой мультипликативный эффект на смежные отрасли. Но с другой стороны, льготная ипотека, которая призвана повысить доступность жилья, понятно, что льготная ипотека, значит, ставки ниже, вроде как жилье доступнее, потому что ипотека дешевле. Но она на самом деле не повышает в России доступность жилья, потому что спрос увеличивается быстрее, чем предложение. Но это классическая история, да, смещение этой точки равновесия, когда перегревает спрос за счет большого объема льготных ипотечных кредитов, а предложение застройщиков по жилью, оно так не смещается, да, то есть оно остается на уровне, который, в общем, приводит к тому, что цены растут. То есть если, там, эту логическую цепочку свернуть до двух пунктов, стартовая точка – это быстрый развитие льготной ипотеки, у нас есть очень много льготной ипотеки, а конечная точка, что из-за этого в том числе растут цены. Это один из факторов роста цен на недвижимость у нас. Вот, это тоже, мне кажется, надо иметь в виду, когда вообще мы рассуждаем про то, какие вот, скажем так, эффекты имеет льготная ипотека, хотя ее продлили, кстати, сейчас на следующий год, ставка чуть выше будет, чем в этом году, но, тем не менее, она продлена на очень хороших условиях, там 8% – это действительно низкая ставка, и я думаю, что она будет составлять очень большой объем, и доля льготной ипотеки, в общем, выдачи ипотечных кредитов, она, скорее всего, будет проведена 2 третей от общего объема, ну, или около того, больше половины, да, это будет главный драйвер рынка. Корпоративное кредитование, да, вот если мы уйдем от розницы в сторону других видов кредитов, это фермент, который представлен крупнейшими корпорациями, холдингами, в основном это экспортно-ориентированные предприятия, конечно же, то есть та же самая добывающая промышленность, другие, различные большие инфраструктурные компании, транспортные компании и так далее. То есть это вот у нас косяк крупного бизнеса. Здесь видим динамик тоже с понятным причинам, она резко провалилась весной, потом улучшилась летом, ну, то есть в целом это понятная история, и ничего здесь нового, наверное, мы не увидим, то есть это все очень-очень банально. А вот что интересно, это то, что происходит в малом бизнесе. Вот на этом слайде видно, что кредитование малого бизнеса, оно растет какими-то непонятными даже, вот на перегаз темпами, то есть после того, как портфель кредитов малого бизнеса долго-долго падал даже, даже не стагнировал, а падал до 2019 года, потом начался рост, и он ускоряется. То есть оказался, этот год такой, как это, при этом говорить, тяжелый, но именно здесь образовалась какая-то точка роста. Хотя распространенное мнение, что малый бизнес – это очень такой подверженный риском сегмент, есть очень известная, я, кстати, не уверен, что это правда, но, скорее всего, правда, что по статистике через два года, по-моему, количество малых предприятий, которые были запущены как стартапы, через два года из них выживает едва ли там одна пятая, или сколько-то там, одна четвертая. Не уверен, что это именно формально так, потому что, может быть, тут немножко другое имеет в виду, там, стартапы в каких-то отдельных отраслях так, может быть, поживает. Потому что, мне кажется, у нас, с точки зрения, доли зарегистрированных новых предприятий в виде юрлиции или ИП малого бизнеса, и тех, кто через два года закрывается или банкротится, ну, конечно, соотношение не будет таким, но это тоже статистика такая, скажем так, как она нефть утитывает. Тем не менее, да, распространенное мнение, что малый бизнес очень подвержен рискам. И это действительно, с одной стороны, так, а с другой стороны, видим, что в нашей ситуации в этом году малый бизнес оказался очень-очень хорошо адаптирован, или уже, можно правильно сказать, адаптивен к тому, что происходит в экономике. он быстро менял свою структуру деятельности, закупки, очень гибко подходил к работе и, в общем-то, показал очень хорошие результаты. Статистика есть по рентабельности предприятий МСП, она растет. Есть статистика по, не даже не статистика, а опросы, опросы малых предприятий, как они видят ситуацию вся в отрасли, их оптимизм, пессимизм по отношению к своим перспективам бизнеса, инвестиционные ожидания, да, они тоже не провалились так, как проваливались аналогичные ожидания крупного бизнеса, казалось бы, да. Вот. Лидирующие отрасли в структуре кредитования МСП, естественно, торговля, но это тоже базовая история во всех странах, торговля номер один всегда, потому что это, собственно говоря, самый популярный малый бизнес. Но, опять же, очень интересно, что среди крупных отраслей, которые кредитуются, да, у нас по объемам, это и в том числе деятельность профессиональной, научной, технической, то есть там инноваторы, в том числе всякие IT-компании и так далее, и обрабатывающие производства. Они в пятерке. И, в общем, это достаточно важный момент, потому что это означает, что у нас среди МСП активно и нормально в этом году себя чувствуют в целом. Это сектора, которые связаны даже с производством. И к сентябрю, вот, да, вот последние цифры у нас есть на сентябрь, на первое октября, именно по кредитованию МСП, и мы видим, что сегмент, так скажем, разошелся еще так сильнее, да, и вообще выдан был наибольший объем кредитов за год именно в сентябре. Я думаю, что октябрь там чуть-чуть ухудшилось, а вот ноябрь, видимо, опять еще больше. Побили рекорд, скорее всего, в ноябре. Вот я так сейчас рассказал про кредитование МСП, может даже впечатление, что это самый лучший сегмент, который в банковском портфеле может даже доминировать. На самом деле нет. Объемы, конечно, абсолютно выражения и в относительном выражении в портфеле кредитов всего банковского сектора, приходящихся с МСП, небольшие. То есть в районе 10%. И это соотношение, ну, там, чуть укусалось, все равно улучшилось. Но принципиально, ну, вот, примерно на одном уровне. То есть, конечно же, МСП остается аутсайдером, если сравнивать его с объемом кредитов крупного бизнеса, розницы. То есть он меньше, чем ипотечное кредитование, меньше, чем потреб кредитования, меньше, чем кредитование крупного бизнеса. Но это растущий сегмент, и это потенциально некая точка роста. Потому что проникновение пока остается таким умеренным. 20% малого бизнеса имеет кредиты, 30% средний. То есть есть хороший апсайд, как-нибудь так, по проникновению и, собственно, проникновению этого рынка. Потому что я думаю, что число предприятий, которые будут пользоваться кредитами среди МСП, конечно, будет расти достаточно уверенно. И сейчас растет, видимо, эта графика. А вот что еще очень интересно, это вот из разряда наших парадоксов, нашего рынка финансового, это то, что просрочек по МСП, она фактически сравнялась с просрочкой по портфеле крупного бизнеса. Это парадоксальная история, потому что везде, во всех странах, и у нас до сих пор, до этого года, малый бизнес показывал, конечно, более плохое качество обслуживания портфеля. Они, грубо говоря, хуже обслуживали кредиты. И это понятно, потому что, ну, вот как раз это та самая история про риски малого бизнеса, про его уязвимость, про то, что он часто вот там те же самые новые предприятия плохо выживают, что они там не всегда готовы хорошо к окружающей взноске. И в случае какого-то стресса они, вроде как, должны испытывать дополнительные трудности, потому что у них нет запаса прочности давать еще крупному бизнесу. Но вот по этому графику видно, что в этом году малый бизнес чувствует себя едва ли не лучше, чем крупный бизнес. И более того, есть еще на этом графике просрочка, да, то есть это те кредиты, по которым есть задержки платежей и задержки либо в обслуживании процентов платежей, либо, соответственно, задержки, просрочка по гашению. А здесь не представлены реструктуризации, пролонгации, кредитные каникулы и вот эти все истории, которые тоже вообще нужно косвенно учитывать в оценке качества обслуживания портфеля, потому что, например, что такое реструктуризация? Это ситуация, когда фактически заемщик не может нормально дальше обслуживать кредит в текущих условиях. Ему требуется либо изменение сроков, продление сроков, пролонгация, либо изменение ставки, то, что не тянет текущую ставку, нужно ее уменьшить, снижение каких-то комиссий дополнительных, опять же, у них не тянет, или мораторий какое-то время на на обслуживание долга, потому что у него есть какая-то проблема с ликвидностью сейчас. И так далее. То есть, эта реструктуризация – это всегда какая-то скрытая проблема. При этом статистика просрочек, она не идет. Она в банке остается как нормальный кредит, ну, там, может быть, с ухудшением оценки его качества, но это не просрочка. Так вот, у крупного бизнеса реструктуризация – это больше, чем у малого. То есть, если мы в этом графике бы учли еще, скажем так, скрытые проблемы, прибавили бы просрочки, то получилась бы еще более парадоксальная история, что крупный бизнес в реальности более плохой заемщик сейчас в России, чем малый бизнес. Это очень, мне кажется, интересный такой момент, и я бы на нем даже вот застрял внимание. Ну, а есть еще просрочка по регионам. Ну, собственно, тоже интересный момент – это разные уровни просрочки, это очень такой существенный фактор разной активности банков в регионах. То есть, есть регионы, где для банков кредитование МСП, да и не только МСП, там, кстати, то, что самое касается и других видов кредитов, является таким запретным. То есть, это табу, регион поставлен в стоп-лист. Так бывает. Некоторые ставят отрасли в стоп-лист, например, строительство, то же самое, сельское хозяйство, как более такие сложные, волатильные и рискованные сегменты. Теперь давайте посмотрим на ресурсы банков, откуда они берут деньги, да, для того, чтобы кредитовать. И как это все выглядит сейчас, в том числе того, что у нас очень интересная динамика по ключевой ставке. Вообще, у нас, конечно, у нас финансовый сектор, он живет такими циклами, очень интересными. У нас, значит, происходит какое-то постепенное снижение ключевой ставки на протяжении года, двух, трех, четырех, пяти. Ну, как правило, больше пяти уже не бывает. Снижается ставка. Сначала быстрее, потом медленнее выходит на какое-то плато. Вот, собственно, сейчас мы ровно в этой ситуации, когда странный банк уже третий раз, или четвертый, четвертый, наверное, уже раз подтверждает чекающий уровень ставки, не снижая и не повышая его. То есть мы вышли на вот это вот ровное плато по ставке. И потом происходит какой-то внешний шок, который влияет на валютный рынок, и исходя из рисков давления на курс, и как следствие возможных инфляционных рисков, старый банк принимает решение, что нужно увеличить ключевую ставку в разы. В два раза, в три раза, это, как правило, такой уровень роста. Вот здесь как раз на графике он виден. Это то, что произошло в феврале этого года, как реакция на валютный шок и на денежно-приятийный шок. И дальше, сначала быстрое, потом более плавное снижение, и плато ровно в этой картине. Если бы мы вот эту графику налиставали бы, например, на горизонте 20 лет, мы бы очень сильно удивились, как у нас одинаково развивается это событие. То есть плато, резкий всплеск ставки, рост, потом быстрое падение, потом более мягкое, снова плато, снова рост, опять вот то, что там. То есть такая, это же не синусоида, а это какая-то кардиограмма такая. Вот у нас чисто такая кардиограмма ключевой ставки была бы. А как это влияет на финансовый рынок, да, и вообще, почему это важно? Понятно, что ключевая ставка, она является базовым, скажем так, базовым бенчмарком для денежного рынка и для всех практически финансовых сегментов, где так или иначе есть стоимость денег. Хотя у ключевой ставки фактически, в общем-то, нет заимствований ровно по вот этой ставке, которая установлена в банках. Она является индикатором, и на самом деле не всегда даже рыночные ставки, там депозитные ставки размещения, облигационные ставки и так далее, они прямо вот в точности повторяют ее динамику. То есть иногда немножко отклоняются в тренде. И вот сейчас, кстати, такой пример, как раз когда ставки по депозитам, ставки по привлечению средств ирли начали расти, растут уже с сентября, при том, что ключевая ставка, она не растет. То есть в других ставках ключевая ставка остается прежней. И вот мне кажется, что здесь тоже интересный момент в том, что это в целом индикатор, но это не какая-то догма, что вот ключевая ставка падает, и все падает. Ключевая ставка растет, все растет ровно вот в той же пропорции. Нет, не совсем так. То есть есть другие параметры, есть факторы, которые определяют ситуацию с ликвидностью, есть факторы спроса на деньги, есть факторы спроса на конкретно деньги определенной срочности. Например, сейчас быстрее растут ставки по длинным депозитам и длинным деньгам от предприятий. Почему? Потому что банки нужно сбалансировать вот этот как раз структурный, структурный составляющий, такой мэчинг активов-пассивов. С точки зрения срочности у банков стало больше коротких привлесений, коротких депозитов в том числе, и меньше длинных. Нужно, получается, сделать больше мотивации для длинных денег, которые будут однолетние, двухлетние, возможно. И как раз в этом сегменте быстрее растут и веса, чем, соответственно, в коротких. Вот еще одна картина, это, собственно, динамика вклада физлиц, где мы видим, что вот последние два месяца как раз, то, что есть в статистике этого сентября-октября, было падение объема вкладов. И это, в том числе, один из факторов, почему банки интересованы в том, чтобы ставки росли. И, в общем-то, у нас уже ставка депозитная растет несколько месяцев подряд. Есть индикатор у социального банка, так называемая максимальная средняя ставка топ-10 банков. Топ-10 банков, которые занимаются вкладами физлиц. И вот начиная с начала октября, даже с конца сентября этого года, то есть уже получается, октябрь, ноябрь и декабрь, ставка растет. А ключевая ставка не растет. То есть уже есть такой диссонанс. А почему? Потому что вклады утекали, особенно в октябре, когда люди просто снимали депозиты, средства, переводили их на текущие счета, считаешь, это большая ликвидность, либо снимали в виде наличности. То есть наличность, как бы она, как это говорит, к качель-зекинг, наличность, она всегда приоритет в случае стресса. Это фонтан на решение за счетую. На самом деле, это история снятия наличных, это история, как покупка гречки в пандемии, примерно из той же серии, фонтанное решение, которое скорее подготовлено эмоциями, чем каким-то расчетом анализа рисков реально владения наличными деньгами или владения деньгами в банке. Риск того, что разрушится банковская система и невозможно будет изъять эти депозиты, он, безусловно, никогда не является нулевым. То есть всякое может быть, как бы, да, там, риск ликвидности тоже может быть, но при таком сценарии наличные тоже подвержены очень высокому риску, в том числе и гиперинфляции, как раз в том случае, когда особо это не спасает. И перевод, опять же, наличных в другие валюты, в том числе так называемые токсичные валюты, как доллар или евро сейчас, это тоже отдельная история, она тоже не имеет исключительно плюсов. Поэтому, как я уже сказал, это решения были на эмоциях, но они были, и банки пытаются вернуть этих платчиков через более высокие сахты. То, что касается юрлистов, ну, как-то не то, что там они наличные не снимали, но они, соответственно, тоже падали по объему размещения в банках, именно вот на счетах и на вкладах. То есть на счетах, не на текущих счетах, а на каких-то в срочных счетах, накопительных, депозитных и так далее. Тоже было падение, а это важно с точки зрения, опять же, ликвидности, потому что это большая срочность, чем текущие счета. Банки интересованы, потому что там росла такая доля. Это про банки, соответственно, да, такой экскурс. Я думаю, что если будут вопросы, мы можем вернуться к этому, собственно, в конце. Давайте посмотрим другие сектора, потому что нельзя про них забыть, они важны, и хотя, как я вначале сказал, доля их в общем объеме, в общем объеме она не столь большая, как у банков. Банки деминируют, но тем не менее, все равно это важный элемент нашего рынка. Вот, например, страховой рынок. Страховой рынок не показывает какой-то такой мощной динамики сейчас. Страхование, как ни странно, правда, выросло. То есть тоже все прогнозировали, что в такой ситуации, как сейчас, когда спрос на страховой продукт должен, по идее, падать, будет как минимум стагнация или может быть даже падение объема звездов, но этого не произошло. Звезды выросли. А что у нас вообще страхование, какие виды основные? По понятным причинам у нас есть обязательное страхование. это, прежде всего, ОСАГО. И есть добровольное страхование, но здесь есть определенные нюансы, потому что среди добровольного страхования есть много, так назовем, измененного страхования. Измененное – это когда, например, выдается кредит, а невозможно его взять под наилучшую ставку или вообще невозможно взять, если не купить страховой продукт. То есть он является обязательным условием фактически одобрения кредита. Это очень частая история, но это может касаться, например, каких-то оформлений тоже таких вмененных видов, когда нужно для какой-то цели показать страховой полис, может быть, он не нужен для реального защиты от риска, но нужен формально для прохождения какой-то процедуры, получения вилы, получения документов, оформления какой-то лицензии, разрешения какого-то еще чего-то. Вот нужен полис. Это тоже вмененные на самом деле виды, потому что они не несут прежде всего цели защиты от риска, они несут цель формально пройти какую-то процедуру. Ну, они, конечно же, на самом деле включают в себя реальную защиту, и люди пользуются такими продуктами все равно в итоге, но первый мотив связан не с этим. Вот если мы еще посмотрим на то, какая доля вмененных страховых продуктов, то окажется, что вместе с обязательными они составляют, наверное, в районе более половины от взносов, потому что и автокаска при кредитовании, кредитная каска, то есть страхование машины самой, не ответственность водителя, как в Ассаге, а именно машины, а соответственно при кредитовании тоже является существует таким принудительно обязательным, как говорится. Дальше это действительно страхование в болезни и страхование жизни в относительной степени тоже умененка так называемый, ну и и так далее. То есть есть вот целый ряд таких сегментов, которые тоже они доброволи, но с договорками. Опять же, плохо это или хорошо, или вообще неважно. Обычно плохо или хорошо мы пытаемся понять через сравнение с продвинутыми рынками, где качественные страховые услуги, где очень большая история работы и вроде как выглядит это все как наилучшая практика, да, вот как это говорит. Но лучшая практика такова, что, конечно, лучше это более добровольные виды, чтобы они имели большую долю. Но нигде в мире не существует рынка страхового, где добровольные виды в реальности без измененных видов. И обязательно составляли бы, допустим, три четверти рынка или 90%. Такого нет. Так или иначе, измененные виды плюс обязательные, они всегда составляют 30%, 40%, 50%, 50%. То есть на самом деле это нормальная история. И даже в США, как, наверное, такой, имеет, наверное, одной из наиболее длительных и масштабных историй развития, как страховой рынок и как продукты, которые там представлены, как объем рынка и так далее. И даже там обвиненные виды, они составляют большую величину тоже при кредитах, при каких-то других сделках, при покупке тех же автомобилей. То есть, ну, в общем, на самом деле это тоже история, которая не совсем про добровольное страхование. Надо сказать, что у нас культура страхования, она постепенно улучшается, тоже это важно, потому что отношение к страховым продуктам как к чему-то ненужному, это главный такой стоп-фактор, главный тормоз вообще в развитии нормального страхования. Потому что если клиенты, если все считают, что страхование только может быть навязанным, оно не нужно вообще, но если мне устали это сделать, ну, да, надо сделать, потому что, значит, там будет какой-нибудь штраф или еще что-то. Вот это как раз мешает нормальному развитию рынка, безусловно, но постепенно это уходит в прошлое, и это очень хорошо. И еще один фактор, это, конечно же, так называемая такая концепция, я ее так называю, отбить страховку это называется. Многие люди, многие страхователи, вот в России это очень известная история, считают, что если они, например, заплатили там за автокаска 50 тысяч рублей, как положено, то они должны получить на страховой компании как минимум 55, отбить взносы, которые они заплатили, получить какую-то прибыль, но как бы вообще страхование, кроме страхования жизни инвестиционных продуктов, это не про прибыль, это про защиту от рисков, и не случилось ничего, это же прекрасно, то есть, собственно говоря, риск не реализовался, не понадобилась защита. Случилось, если это входит в покрытие страховое, получили, соответственно, возмещение, тоже хорошо, и так и так хорошо. Российские многие клиенты, страхователи считают, что если ничего не произошло, это плохо, если они запраховали, потратили деньги. Почему же ничего не произошло, почему же машин-то я не разбил, если я запраховал. Это вот парадокс, но это так, и вот это как раз тоже, наверное, один из таких ограничителей, скажем так, правильного развития рынка, но опять же, постепенно это как-то вот уходит, и возникает понимание, для чего нужно страхование, что это вообще-то не про то, что отдал рубль, получил два, а про то, что отдал рубль, чувствуешь себя спокойно, потому что, если понадобится, скажем так, отремонтироваться на 20 рублей, если что-то произошло, то эти 20 рублей даст страховая компания. И вот где еще, наверное, нам расти и расти, это страхование жизни, хотя это сейчас сам большой сегмент уже, он уже номер один, вот здесь на этом графике видно, а тем не менее, это сегмент, где нам нужно еще действительно пройти еще большой путь, потому что во всем мире, как правило, страхование жизни, это не просто доминирующий вид, но это и очень-очень большой объем взносов, гораздо больше, чем у нас там и на душке населения, и в объемах ВВП, и это очень мощный источник инвестиций, потому что именно страхование жизни, это длинные деньги, это длинные резервы, которые рассчитываются на много лет, потому что, допустим, Афтага, Афтокаска, другие виды страхования, они вот рассчитаны на год, это годовой цикл, в любом случае, эти деньги нужно фиксировать в ликвидные активы и ориентироваться на то, что вот этот цикл проходит в течение года, либо будут выплаты, либо их не будет, но это год, а вот жизнь, это может быть 5 лет, может быть 10, может быть 20, может 30 лет, полюс длинный, это возможность инвестировать в длинную, и постепенно, да, наш рынок, двигает в эту сторону, очень хорошо, потому что это, в том числе, возможность инвестирования в экономику и, собственно говоря, в те же там бумаги инфраструктурных проектов и, соответственно, и корпоративные, и госбумаги. Если посмотреть на то, как продаются страховые продукты, то мы видим, что мы не будем трогать, вот, соответственно, продажи без посредников, то есть прямые продажи в своих страховых компаниях, в том числе, пролонгации продуктов, пролонгации полиции, то банки являются ключевым каналом продаж. Это к вопросу обмененности страхования. Почему банки? Потому что банки продают кредиты и вместе с кредитом продают и как раз страховые продукты. То есть это страхование жизни, здоровья заемщика, везде, это ипотека, потребы, автокредитование и так далее. Банки продают автокарская ОСАГО, но правда, чаще это продают автосалоны, даже кредитная машина, но автосалон больше продает. Но немножко и банки тоже. И банки продают другие продукты, в том числе не связаны с кредитованием, а именно продают страхование жизни, которая имеет очень специфические здесь такие параметры. Это, как правило, недлинные полисы, это чаще всего было инвестиционное страхование жизни, так называемое ИСЖ. Полисы были годичные, 2-3-4-летние, какие-то короткие в основном программы относительно, которые предлагались как некая альтернатива депозитам. То есть, позиционирование этого продукта было таково, что это, как вклад, только лучше. Это тоже особенность нашего рынка в какой-то степени. То есть, приходил клиент, например, пролонгировать депозиты в банк. Ну, или не приходил, а общался с менеджером, или даже, может, в приложение заходил в банк и пролонгировал вклад. И тут ему вылезала либо какая-то реклама, если он это делал самостоятельно, либо вылезал менеджер, если он делал через менеджера, и говорил, друг, не надо сейчас вклад пролонгировать, у тебя там ставка низкая. А вот если ты купишь полисы ССЖ, у тебя будет ставка, скорее всего, выше, может быть, даже и в 2 раза. Плюс, ты устрахуешь жизнь свою, у тебя будет еще страховое покрытие. То есть, ты заработаешь больше, плюс, у тебя еще страхование есть. А так, это то же самое, что вклад. Ну, на самом деле, конечно, это не то же самое, что вклад. Понятно, что другой продукт совсем, и диски другие. Можно было бы получить доходность, может быть, даже и выше депозитной, но статистика неумолимо показывает, что те, кто предпочел ССЖ с вкладом, получили в итоге доходность даже ниже чем по вкладам. То есть, они, по сути, проиграли с усилием доходным. Кто-то воспользовался, конечно же, страховым покрытием. Тоже понятно, это было, но это не очень большая доля и в целом в Корее клиенты здесь проиграли. Вот. Но, тем не менее, сейчас рынок двигается в правильном направлении, растет доля других визов, это НСЖ, накопительное страхование жизни, а также появляется, скоро появится, закон уже, буквально там, третье чечение скоро будет, появится НСЖ, ой, НСЖ, простите, ДСЖ, долевое страхование жизни, да, НСЖ-то уже есть. долевое страхование жизни, это аналог американского, так называемого, Unit Links, это такой микс, такая комбинация доверительного управления, или, может быть, даже, можно сказать, как плифа, похоже, написан по параметрам, из страховых продуктов, страхового покрытия, как раз страхование жизни, здоровья и других рисков, ну, прежде всего жизни. И вот этот продукт, как раз, он, наверное, наиболее качественно будет удовлетворять, просто клиент, которым хотят и инвестиции с доходностью, и, соответственно, покрытия по плане жизни. Это, мне кажется, будет очень-очень правильно. Да, ну, собственно, еще одна иллюстрация как раз того, что банки, основные продавцы, они же еще и получают наибольшие комиссии от страховых компаний, и тут надо понимать, что, в общем-то, эта история, она про то, что банки, ну, давайте так скажем, впаривают, да, слово не очень хорошее, но оно, вот оно прям в точности отражает то, что происходит со страховыми продуктами, которые продают банки. Именно что впаривают клиентам продукты, которые им зачастую не нужны, либо вмененные, либо просто они навязаны. И получают огромную комиссию, то есть комиссии там миллиардные, это один из ключевых, вообще, элементов комиссионного бизнеса банков сейчас в России, ну, в общем, все довольны, кроме клиентов. С этим борет центральный банк, как регулятор, ну, и почти поборол, потому что есть такое понятие мисс-целлинг, мисс-целлинг, это как раз, мисс-целлинг, это как раз вот некорректные продажи страховых продуктов, которые, ну, не только страховых, инвестиционных продуктов, которые осуществляют какой-то посредник, банк или кто-то еще. Вот мисс-целлинг, это как раз вот когда, например, приходит клиент, а ему говорят, купи вот ИСЖ вместо депозита, а ИСЖ это не как депозит, это другой продукт, там другие риски, другие параметры, и доходы, может быть, разные, да, наилетно выше, чем депозит, для того, чтобы мисс-целлинг побороть, регулятор, мегарегулятор, который регулирует и банки, и страховые компании, Центральный банк, внедрил так называемый КИД, КИД, КИД это ключевой инвестиционный документ, который, собственно говоря, раскрывает риски, параметры продукта, ну, то есть, в общем, как раз дает информацию клиенту и дальше контролирует покупку таких продуктов. Плюс это деление на квалов и не квалов, квалифицированных и не квалифицированных инвесторов. Это то, что тоже сделал Центральный банк недавно, для того, чтобы не квалы, то есть, те, кто не прошли квалификацию через подтверждение своих знаний, там есть тестирование прям, где нужно показать знания в рынке ценных бумаг, в инвестировании, в расчете доходности, рисков и так далее. Либо это квалификация через объем инвестиционных инструментов уже в наличии, то есть, если у человека много денег, ну, грубо говоря, на счетах банков и в инвестиционных инструментах, он уже автоматом может быть признан квалом, потому что у него просто большой объем, он большой инвестор. Это значит, что как бы он может рисковать этими деньгами, потому что если у него мало денег, соответственно, то это такая некая социальная ответственность, он рисковать или не должен, пока не попередит свою квалификацию. Так вот, обделение на квалов и не квалов тоже такой достаточно важный момент, как мне кажется. Ну, и еще целый ряд других контрольных функций, которые Экстральный банк выполняет и, соответственно, тоже использует для регулирования. То есть, ну, постепенно, в общем, качество работы улучшается. Еще про страхование очень важный момент. Это такая вот история про то, а страховые компании вообще, они как бы наживаются на клиентах, да, тоже, это число у них очень хорошее, но тоже часто, наверное, слышно, что страховые компании собрали 100 рублей, выплатили 50. А где остальное? Где еще 500 рублей? Это их прибыль, да, вроде как кажется. Но остальные не совсем так. Даже что совсем не так. Во-первых, страховые компании платят по тем полисам, которые были подписаны, контракты были подписаны в одном периоде, а платят они в другом периоде. То есть, допустим, в этом году они подписали, условно говоря, 100 полисов, 100 рублей. По этим полисам, по этим страховым продуктам выплаты будут идти и в этом году, и в следующем, и, вероятно, даже еще через год. Идет такая распределенная во времени кривая вот этих вот выплат, причем она сначала растет, потом она доходит до такого пика и начинает падать именно по старым полисам. И поэтому убыточность страховых компаний, то есть, реальный расчет, сколько они заплатили по отношению к тому, что они получили, нужно снять на горизонте вот всего цикла продукта. Это первое. Второе. Страховые компании несут, конечно, расходы на то, чтобы отсекать мошенников, ввести экспертизу, осуществлять выплаты так, чтобы это было удобно клиентам, через ремонт, через денежную выплату, контролировать это все. То есть, у них на самом деле очень большой функционал, если бы этого не было, то, в общем, был бы бардак. И это тоже прибавляет, конечно же, к расходам, ну и, собственно, это уменьшает их прибыль. Вот здесь, просто как пример, это так называемые скользящие коэффициенты убыточности, которые показывают такой комбинированный коэффициент, куда входят и выплаты, текущие убытки, которые урегулированы, и расходы. И уже оказывается, что на самом деле маржа-то не такая, маржа гораздо меньше. То есть, на самом деле, маржа в страховой компании, она иногда даже и отрицательная, потому что бывают периоды, когда, в частности, по ОСАГО, по Автокаско, да и других видов вычисленных приходится платить даже больше, чем собрали. И это означает, что компания работает в минус. Потом цикл меняется, рынок выходит снова на стадию, когда собирают компании больше, чем платят и тратят. И тогда, соответственно, у них маржа положительная. Еще один большой сегмент, о котором надо рассказать, это, конечно же, инвестиционный сегмент. Это профучастники финансового рынка, это инвестиционные компании, это брокеры, это пенсионные фонды и так далее, и так далее. Здесь я бы отметил, ну, во-первых, понятно, что его регулирует тоже центральный банк. Это очень важно. Во-вторых, то, что у нас был очень такой бурный рост с 2020 по 2022 год, бурный рост с этого сегмента. У нас какое-то, по меркам даже мировым, невероятное увеличение числа клиентов и числа брокерских счетов. То есть, вот это прям вот бум, можно сказать, инвестирование. и сейчас, сейчас, в основном, конечно, физики, имеют брокерские счета, Юрика, почти нет, в основном физики, 27 миллионов клиентов в состоянии, наконец, третьего квартала, ну, то есть, это самые свежие данные, да, это число, это число клиентов на брокерском обслуживании у российских брокеров. Это очень много, поверьте, да, это вот уже хорошее проникновение к вопросу о том, что у нас никто не инвестирует, у нас очень много кто инвестирует, то есть, это означает, что у нас очень много инвесторов, да, там часть счетов, она не очень активна, вообще не активна, часть, но и даже активных счетов очень много. У нас проникновение активных инвесторов, оно такое же, как в Европе, почти, буквально, мы почти догнали, при том, что всего лишь два года назад проникновение было на порядок меньше, то есть, Там было около 4 миллионов в 2019 году. И это совершенно другой порядок. Но, конечно, не могла ситуация на фондовом рынке, и то, что приходило в этом году, не сказаться на объемах активов на браковском обслуживании. Но там, конечно же, переоценка отрицательная из-за того, что падение рынка. Ну и, собственно, и какие-то выводы денег участниками рынка. Потому что здесь как бы есть фактор фондового рынка, который не отменяется. Понятно, что он негативно влиял на этот сегмент. Тем не менее, я думаю, что уже по четвертому кварталу мы видим разворот этого тренда. То есть рост не только числа клиентов и счетов, но и объема счетов. Потому что уже сейчас и рынок разворачивается немного. Хотя его колбасит, конечно, он волатильный, но все-таки он разворачивается. И опять же растет число клиентов, новых счетов, новых клиентов. То есть будет рост. Деверительное управление. Вот здесь согнаться фактически весь год. Ну, тоже понятная причина, потому что шок и трепет. И те, кто уже в это залезли, они, как правило, там при плюс-минус остаются, просто затаили. ВДУ, да, ну, собственно, выходить тоже на минимуме тоже, понятно, не очень хочется. А, соответственно, новые клиенты тоже, понятно, мотивы зайти именно в таком ключе не очень видят. Вот как раз на брокерские счета видят, а в ДУ не очень видят. Но стоимость портфеля немножко выросла, потому что там не спадет валютная переоценка. Как раз там она сыграла свою роль. ИИС, индивидуальные инвестиционные счета, это самый, наверное, такой пропиаренный инструмент инвестирования, потому что там есть налоговая вычета. И за счет этого был бурный рост как раз в 19-20 год, в 19-20 год, в 1921, слои ИИСУС, потому что сам факт просто того, что человек кладет деньги на ИИС, давал возможность получить налоговое вычета. Ну, при определенных, опять же, условиях. Но, тем не менее, многие этим пользовались. Правда, в этом году в связи с санкциями возникли некоторые проблемы с переходом из одного брокера к другому брокеру для того, чтобы ввести ИИС. И там были потери, в том числе, в ведении реестра учета ИИС, чтобы потом начислять налоговые вычеты. Это такая неприятная история была. Тем не менее, спрос на это есть, число ИИС растет. То есть, в общем, здесь какое-то есть поступательное движение. Этот инструмент очень активно продвигает и Центральный банк, и Минфин про него тоже говорит. Это как раз такой инструмент, как некий эталонный, что называется, для розничного простого инвестора инструмент на рынке. Ну, а объем активов там по понятной причине снижается, в том числе, это переоценка, собственно, активов из-за того, что было попадение рынка. Да, про инвестиции еще один момент. Но это, наверное, даже не про инвестиции, а про весь финансовый рынок, но больше про инвестиции, конечно, и про цены бумаги. В России активно внедряется оценка рисков через кредитные рейтинги. Я, кстати, обращаю внимание, что есть вопрос даже среди вопросов, на которые нужно ответить опросники в анкете. Есть вопрос про кредитные рейтинги. Я буквально два слова про это тоже скажу. Кредитные рейтинги, они нужны для того, чтобы оценивать финансовоустойчивость и способность имитентов, банков, других участников финансового рынка. И фактически кредитный рейтинг отвечает на один очень простой вопрос. Он простой и, наверное, один из самых важных. Это сможет ли компания, имитент, неважно кто, выполнить свои финансовые обязательства. То есть, грубо говоря, выплатить свой долг или обслуживать свой долг. Ну, то есть, собственно говоря, есть кредитные способности. Но кредитный рейтинг больше на другие вопросы никакие не отвечает, вопреки многим мифам. То есть, существует множество мифов распространенных, что кредитный рейтинг – это знак качества компании, что эта компания хорошо работает. Что это какая-то характеристика компании, которая будет расти, котировки будут расти. Что кредитный рейтинг показывает какое-то высокое качество управления компании. Он показывает ее потенциал роста капитализации. Ну, короче, много мифов. Нет, кредитный рейтинг ничего из этого не показывает вообще. Он показывает только кредитспособность. И, соответственно, Центральный банк, как регуляция финансового рынка, и сами финансовые организации, банки, инвесткомпании, страховые компании и так далее, используют кредитный рейтинг для того, чтобы оценивать именно кредитспособность. Это стало частью регулирования. То есть сейчас, например, рейтинги являются важнейшим элементом требований к эмитентам, к ценным бумагам, к банкам для того, чтобы другие участники финрынка или просто инвесторы, в том числе частные инвесторы, могли инвестировать, складываться в эти бумаги, в эти активы, или это критерии доступа на различные рынки для банков, опять же для эмитентов. То есть без рейтинга невозможно либо привлекать деньги, либо выходить на биржу невозможных в этих случаях, либо невозможно выйти на какой-то рынок и работать на нем. Например, рынок, предположим, банковских гарантий. Это один из самых интересных для банков сегментов, где банки выдают гарантии под тендеры, под проектное финансирование и так далее. И чтобы на нем работать, нужно иметь тоже кредитный рейтинг в банку, потому что иначе он просто не допускает такого вида деятельность. Вот еще нужны рейтинги. Последний сегмент, про который я хотел бы сказать, это микрофинансирование, микрозаймы, микрофинансовые организации. Я начал с того, что их больше всего по количеству, больше тысячи, но это маленький сегмент, он с банками не состоим. Видим, что всего 171 миллиард рублей – это выдача второго квартала 2022 года. А банковский сектор – это десятки триллионов. Больше 100 триллионов. Это даже не на один порядок, это несколько порядков меньше, чем банк. То есть этот сегмент, он такой маленький, новый относительно, и он еще, так скажем, нащупывает свое место на финансовом рынке. Там очень быстрый и такой сильный отток участников через добровольный уход с рынка, через слияние сделки. То есть рынок находится в стадии консолидации и в стадии такого вот нащупывания точек роста и вообще рентабельной модели. Многие микрофинансовые компании даже не рентабельны до сих пор, потому что они вот как-то работают где-то вот на грани. Чем этот сегмент характеризуется? Там, как правило, выше ставки, чем у банков. Ну, прям ощутимо выше, потому что это более рискованный сегмент. С другой стороны, при более высоких ставках и, соответственно, при том, что микрофинансовые организации изначально имеют такой риск, аппетит, они могут брать себе заемщиков, которые в банках просто никогда бы не прошли скоринг, никогда бы не стали бы заемщиками, собственно говоря. То есть МФО работает там, где банки не работают. Это первое правило. Второе правило – это МФО работает иногда так, как банкам запрещено работать. Вот это очень интересно, да, кажется. Какой-то регулятивный арбитраж, это нарушение принципов единого регулятивного поля, да, кажется. Но нет, не совсем так. Например, МФО могут выдавать онлайн-займы, вот прямо чисто онлайн-выбачи. Банки вот в чистом виде такую историю не могут провернуть, то есть они онлайн-займы вот прямо вот так вот, схода не могут выдавать. А МФО могут. У МФО, в общем-то, проще там, да, и идентификация, и еще, как говорят, процедур, которые это позволяют делать. С другой стороны, банки, коротко, скорее всего, тоже получат такое право и, соответственно, будут делать то же самое. Но при этом заемщики некоторые, которые для банка неприемлемы, то есть они не проходят корринг, а МФО они пройдут, потому что им у них меньше будет критерий отсечения, зато выше ставка. То есть такой заемщик заплатит больше за этот риск. Какая модель более устойчивая? Ну, у банка более устойчивая. Какая модель может оказаться более рентабельной? Может быть, и МФО. Но история с некоторыми компаниями на рынке, в частности, была компания очень известная, крупнейшая компания Держинка, домашние деньги, эта компания была, которая обанкротилась, она не смогла выплатить. Сначала обслуживать банковский кредит, потом был дефолт по аппликациям, ну и в итоге банкротство, и даже уголовные дела и ее основатель вот буквально недавно вышел после, по-моему, трех лет срока соответственно за то, что как раз вот доведение домокротства и вывод денег. На самом деле там не было чистого вывода, но была очень плохая финансовая модель, которая привела к тому, что по сути просрочка и невозвраты были так высоки, что даже, опять же, высокие ставки это не покрывали. То есть модель оказалась нежизнеспособной. Но пострадали кредиторы, пострадали облигационеры, которые покупали бумаги. Ну и понятно, что это большие потери и, соответственно, как следствие, вот такой результат, такие негативные последствия для акционеров и руководства компании. Да, это, кстати, мой телеграм-канал, но вот на этом я сейчас не остановлюсь, а еще два слова скажу про, как мне кажется, очень интересный момент, про наш финансовый рынок. Последний, собственно. Да, дальше можно будет перейти к вопросам, к обсуждению и так далее. Вот эта последняя тема, это формат работы наших финансовых структур на рынке как в холдингах и больше того, как экосистемы. Я думаю, что все слышали про экосистемы. Сейчас модная такая история уже несколько лет. И, ну, какие экосистемы есть? Понятно, что там все назовут Яндекс тот же самый, Сбер, кто-то назовет еще Тинькофф, хотя Тинькофф неполноценная экосистема, на самом деле. В Корее даже вот Mail.ru более, скажем, походит на экосистему, и, наверное, сейчас уже и Озон, и Валдеррис, чем вот Тинькофф. Но, тем не менее, ВТБ пытался строить экосистему. Кто-то из банков говорил о том, что экосистему строить даже не будет пытаться, как Алис, принципиально. То есть, не то, что не получается, а именно принципиально не будет. И вот вопрос очень интересный. То есть, что такое экосистема? Экосистема, это же ведь не торговая площадка какая-то, да, это не не просто холдинговая структура или какая-то вот какой-то marketplace, да, где продаются разные услуги, товары, сервисы и так далее. Экосистема, это когда у человека, у клиента фактически возникает некий профиль в рамках вот этой структуры, к которому привязан какой-то набор подписок и возможных сервисов. Он платит какой-то абонент по сути, за то, что он в этой экосистеме интегрирован. И дальше он покупает постоянно какие-то дополнительные сервисы, товары, продукты. То есть, он может купить в принципе в экосистеме все. От поездки на такси до кино, от молока с хлебом до квартиры. Это не шутка, да? То есть, в экосистеме Сбера реально можно купить квартиру дистанционно, а можно купить хлеб. Можно купить кино и музыку, а можно купить там, не знаю, что там еще. А можно купить телефон, да? То есть, вот это и можно купить кредит, купить условно, да? То есть, понятно, что кредит тоже покупается как сервис. А это вот полноценная экосистема. Возникает вопрос, что, собственно говоря, плохого или хорошего вот такой модели? Почему ее так активно обсуждает регулятор? Дело в том, что во всем мире это примерно в одно время возникшее очень массовое явление, которое начало набирать обороты. И в России тоже. То есть, экосистемы это модель, которая возникла буквально вот, она возникла, наверное, немножко раньше, но вот стала такой базовой для, скажем так, для развития потребительских сервисов буквально там, вот в пандемию, наверное, после два года и где-то такой вот модели активного роста экосистем. Почему? Потому что как раз это вот удобные подписки, удаленные всякие сервисы, удаленные доставки и так далее. То есть, вот ровно эта база экосистем стала. И при этом, чтобы это все еще базировалось на платежах. Можно было легко платить, легко переводить деньги, легко проверить финансовыми. То есть, экосистема невозможна без финансового базиса. В России экосистемы, как правило, стали создавать, как мы видим, банки, Сбер, как такой главный пионер, скажем так, этого действия, или же так называемые бигтехи. Бигтехи – это, собственно, тот же Яндекс. И в других странах тоже самое. То есть, в Америке тоже экосистемы, которые либо базировались на бигтехах, ну, тот же Google, например, либо они базировались тоже на финансовых институтах, но реже. У нас просто больше даже примеров банков, которые вокруг себя строили экосистемы. Чем это чревато, чем это может быть плохо? Плюсы понятны, удобно, быстро, доступно, сервис 24 на 7, это все хорошо. В чем минусы? Минусы и риски, наверное, заключаются в двух моментах, в которых тоже в том числе говорил и наш регулятор социальный банк, и это вопрос, который обсуждается и в мире регуляторами финансовых рынков. Вопрос номер один это такое рабство экосистемы, то есть привязка потребителя к одной экосистеме, когда из нее невозможно как-то без потерь выйти, то есть цифровой профиль, история его заказов, работы, бонусов, его кредитная история, его все другие параметры вообще жизни даже, можно сказать, они доступны экосистеме одной. Из нее выйти он практически не может. Он выходит из нее с большими потерями. Он должен с нуля начинать цифровой профиль в другой экосистеме, его принимают как нового клиента без каких-то старых историй. То есть он не может забрать с собой историю всей своей жизни в рамках другой экосистемы. Он теряет на этом. Поэтому он получается вроде как привязывается к одной экосистеме. Ему кажется, что это удобно, потому что вроде как скидки, бонусы, все хорошо. Но он привязывается и экосистема начинает предлагать ему товары, услуги и сервисы дороже, без альтернативных, без конкуренции. Конкуренции нет. То есть есть какой-то аккредитованный поставщик. То есть есть именно тот провайдер, услуг такси или тот провайдер услуг доставки продуктов и тот провайдер услуг музыки, кино, еще что-то, которые именно в этой экосистеме интегрируются. Там нет выбора. Это первая история. Вторая история это то, что банки, как такой core business, ключевой актив в этой экосистеме начинают покупать на себя другие активы. Не финансовые, не профильные. То есть банк начинает на себя набирать как раз такси, какие-то самокатные прокаты, кино, музыку, доставка продуктов, еще что-то. И набирается куча торговых компаний, торговые центры. Набирается много разных непрофильных активов. Это тоже риск, потому что это означает, что банк начинает заниматься не совсем банковской деятельностью, а скажем так, уже уходит от банкинга и вообще от финансовых услуг, залезает на другие территории, и он соберет риски другого характера. Как их вообще оценивать, как их регулировать, что должен делать регулятор финансового рынка, чтобы оградить его вкладчиков, его кредиторов от рисков, совершенно не характерных для финансового института. Я сейчас не к тому, что у меня есть ответный вопрос, ни у кого его нет. Ни один регулятор мира не предложил модель регулирования экосистемы. Формально любой банк может купить себе вот этих сервисов и разных доставок, провайдеров, услуг, торговли и прочего, накупить их себе, владеть ими и предлагать клиентам эти сервисы. Это будет экосистема. Как это регулировать и где здесь контроль рисков, никто не понимает. Россия в этом смысле, опять же, как ни странно, находится ровно в авангарде мировых трендов. Есть наиболее продвинутые рынки, которые как раз идут как и мы в эту сторону. И там формируются такие экосистемы, они активно развиваются, и никто не понимает, что с этим делать. Единственное отличие, наверное, нашего, которое именно в этом году проявилось, это то, что из-за санкций и разных ограничений, в частности, Сбер, и Яндекс, вынуждены были частично своей экосистемы расформировать, часть активов продать, потому что это риски для этих бизнесов, в том числе различных ограничений. То есть у нас немножко засопорилось развитие полноценных экосистем, но не остановилось, но экосистема есть, она не развивается, она чуть притормозила. А в мире по оценкам, не помню, наверное, Бостон Консталтинг Групп, кажется, в прошлом году делали прогноз, что вообще к 25 году больше 35 процентов всех товаров и услуг будут покупаться людьми в мире через экосистемы. И этих экосистем в мире будет такое ограниченное количество на пальцах одной руки пересчитать. То есть прогноз в том, что это будет новая, скажем так, монополизация вообще всех рынков, то есть условно 5 экосистем предлагают почти все товары и услуги почти всем людям мира. О чем это говорит? Да, другая модель экономики. Будет ли это так или получится каким-то образом разбить монополию грядущую, олигополию, это не монополия, но олигополия тоже это не конкуренция по классическому пониманию, а это своеобразная конкуренция, при котором на самом деле потребитель имеет ущемленные права. И вероятно, что это избежать невозможно будет. Бостон Константин Групп считает, что это неизбежно, и правительство, и регуляторы этому противостоять не смогут. В России вот эта история, она чуть-чуть была, скажем так, скорректирована санкциями, как ни странно. Но с другой стороны, может быть, такая модель может и неплоха, потому что, ну да, клиент, может быть, не будет иметь выбора, зато он имеет удобство, то есть вечная дилемма удобства, устойчивости, надежности, и конкурентности, и выбора. То есть, вот две вот этих, две составляющих на разных чашах весов, это, собственно, вопрос о том, чему быть, экосистемам или конкурентному рынку, где база, это вот стандартные, классические, отдельно банки, отдельно торговля, отдельно сервисы, и они тоже с теми между собой конкурируют. Вот, ну это, наверное, такая больше футуристическая история, и последнее, вот прям, реально, два слова про футуризм, да, в рамках экосистем, и не только экосистем, один из вопросов, который уже сейчас возникает, и в том числе в российском рынке, это доступ к профессиональным данным, ну там, законы, саперсданных, у нас есть очень, когда, продвинутая система, на самом деле сбора их, его контроля, действительно продвинутая, плюс биометрия еще, там, и все это хорошо. Но вопрос даже не в этом, а в том, что, так или иначе, финансовые институты сейчас уже, по факту, владеют таким объемом информации о нас, о клиентах, да, которые выходят далеко за ранг просто вот какой-то базовой информации, которая раньше считалась необходимой для финансовых услуг, то есть там, для, ну как, кредитная история, страховая история, и, скажем так, там, наша история, просто вот там, история наших финансовых операций. Банк, а уж тем более экосистема, вообще представляет о нас практически все. Сколько мы денег получаем, переводим, тратим, где мы тратим, какая структура, локации, образ жизни даже можно вывести из той информации, которая обладает банк. А экосистема и подавляем. Экосистема вообще представляет очень хорошо образ жизни, формат, круг общения, ну все, да. И дальше это будет касаться здоровья, то есть информация о здоровье, о физическом состоянии, об активностях, о перемещениях, и неизбежная история с тем, что мы все будем этим делиться, потому что если мы не будем делиться этой информацией, и не будем давать доступ, собственно, на экосистеме, полноценного профиля такому, мы не будем получать услуги, мы не сможем просто ничего покупать, оплачивать и так далее. Это еще более такой футуристический и красотский вопрос, вообще это нормально или нет. Я думаю, что если бы мы сейчас поднимали бы руки, отвечая на вопрос, готовы ли мы быть прозрачными для экосистемы абсолютно, или для банка, что вот все, цена жизнь была бы прозрачной. Наверное бы, мы что, сказали бы, нет, не готовы, не хотим. Но ответ на этот вопрос не в том, хотим или не хотим, а в том, что спрашивать это не будет. На этом, собственно, хотел бы я завершить. Если вопросы есть, давайте их обсудим. Так, вопросы. В 5 я вижу вопрос, один. В 3 и более брокерах, проведенные ЦБУ нового брокера ставят как доход. А доход надо платить НДФЛ налоговому кодексу. Как корректно доказать налоговый инспектор эти переводы? Да, выписка и вывод счета не являются документами. Вот, да, это вопрос как раз из разряда тех казусов, которые в этом году возникли. Я на этот вопрос не отвечу, потому что, по идее, надо вот реально индивидуально показывать эти выписки. И, да, это не является формальным документом вроде как, но, а как еще доказывать? Я не знаю. То есть, либо нужно здесь пытаться там именно юристов каких-то по этому поводу искать, но, честно говоря, ответа нет. То есть, только вот пытаться налоговый именно так и доказать через выписки. Не знаю, нету больше никаких, к сожалению, рецептов. Так, есть вопрос, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я там поднимала руку. Я хотела бы узнать ваше мнение и ваше видение в банкинге на классические инструменты финансирования, которым там уже много-много лет. Есть ли у них сейчас какая-то угроза, какие-то альтернативы, которые более, может быть, эффективными инструментами являются? Или классический банкинг все-таки будет еще работать, и кредиты будут еще и будут, и облигации будут в своем виде, в котором они сейчас есть, так и действовать? Спасибо, да. Ну, если мы говорим про банкинг в классическом понимании, вот это такой кредитно-депозитный формат, то есть, когда привлекаются какие-то склады или средства от физических лиц и юридических лиц, а они дальше размещаются по сути кредитования, опять же, физических лиц и юридических лиц. Это совсем такая классика, и она остается для банков, вот как вид бизнеса, он все равно остается, ну, в общем-то, номером один сейчас, да, по доле в доходах, процентный доход именно от таких операций, он является восстановленным все равно. На втором месте комиссионный бизнес, причем там больше именно продажи продуктов, как я уже говорил, там страхование, инвестиции и прочее, потом расчетная касса обслуживания, комиссионный доход, и только потом другие виды доходов, да, которые там менее, менее классические, более волатильные, там операции, что мы и магами могут быть, валюта, золоте, брать металлы и так далее. Все равно, вот кредитный бизнес, если мы не берем отдельные периоды, когда какой-то жесткий провал по процентной марже, такое бывает, это основной доход. Это первый момент. Второй момент. Кто составляет конкуренцию таким продуктом для банков, да, то есть, кто не является банком, но на эту нишу зашел. Ну, собственно, упомянутые микрофинансовые организации, но они зашли, они предлагают, по сути, альтернативу, зачастую они быстрее одобряют кредит, они более гибкие, они одобряют тем, кого банки, не одобряют и так далее, вот такой конкурент, который интересен. Но мы все видим, что это объемы микрофинансирования в целом, это погрешность масштаба кредитования банковства, потому что эта микрофинансовая компания кредитует опять же, либо микробизнес, либо заемщиков, физиков, которые, как правило, не подошли банка. Говорить объективно это так. А дальше существует еще альтернатива еще меньшего объема. Это, соответственно, разные формы краудфинансирования, краудлендинга. Ну, краудлендинг как, соответственно, пир-то-пир кредитование, когда один, допустим, кредитор, физическое лицо, может быть, юридическое лицо, он чаще всего физик, дает деньги другому физику или другому физическому лицу. Это не банк или какой-то финансовый институт, а это просто есть площадка, например, биржу, наверное, биржа кредита такая, когда выходит заемщик и говорит, я хочу кредит за этим. Ставка у меня такая, я вот хочу кредит. И выходит кредитор, просто физик. Мы можем с вами также вот на этой площадке дать кредит такому заемщику. Есть аккредитованные площадки, называются инвестиционные платформы. Там есть возможность как кредитовать вот так именно пир-то-пир, то есть я кредитую другого человека на этой площадке. Либо можно складываться и в другие инструменты, то есть, на кредиты, но там это менее обычный кредит. Но, опять же, эта площадка это такой мизерный объем по сравнению с аккредитованием, что это просто смешно. И у нас тоже, да, не только у нас, у нас тоже и в мире и везде. Возможно, возможно, мы сейчас не видим перспективу на горизонте 10 лет вперед. Может быть, это будет крутая история. Мы пока не понимаем, потому что есть действительно сегменты, где банки не то чтобы проиграли борьбу конкурентную альтернативам, но их серьезно потеснили. То есть, например, есть сегменты платежные или сегменты переводов. Например, вот в Китае через WeChat, это же как бы и соцсети, и точку степени экосистемы, через нее происходит больше переводов денег и больше быстрых платежей по QR-кодам чем через все банки китайские. Вот пример. А это не банк. Как раз альтернатива не банку. В этом сегменте банки потеснены. Есть необанки, которые тоже осуществляют переводы, платежи, обмен валют, быстрые, мультивалютные счета и так далее. Необанки, которые тоже не являются банками с лицами зачастую. Это тоже такая история про альтернативу. И они тоже потеснили банки. А вот в кредитах нет, не потеснили. И, наверное, вот здесь ответ на это вопрос. Почему не потеснили? А потому, что именно у банков есть компетенция оценки рисков. И она, к сожалению, или к счастью, является настолько серьезной, что, скажем так, другие участники, потенциальные конкуренты банков в этом секторе, они не могут пока что выйти на... У них не хватает ресурсов для того, чтобы воспроизвести дешево на меньшем масштабе или, как-то, в общем, условно говоря, на коленках такую оценку рисков. Невозможно это сделать. То есть есть эти вот как раз названные альтернативы типа как микрофинансовой организации, которая просто в технической сфере это делает. Но альтернативы банковскому кредитованию, которая воспроизвела бы оценку рисков, ее нет. Наверное, в этом причина. То есть наверное, это базовая классическая компетенция, которая на протяжении сотен лет была у банков, она же у банков и остается. То есть платежи, переводы, какие-то оплаты это все не является исключительной монопольной компетенцией банков. А оценка кредитов видимо, видимо, да, видимо, Вот такой ответ. Спасибо. Спасибо. Так. Ребенка, у кого-то есть еще вопросы? Еще вопросы? Добрый день, меня Данил зовут. У меня такой вопрос. Мы прекрасно понимаем, что покупатели различных онлайн-игр, кинотеатров и так далее являются подростки, которые осуществляют свои платежи через карты, там, через финансовые инструменты родителей, да? Существует какой-то тренд или тенденция вовлечения подростков, детей во всякие финансовые операции, банковские и банковские и так далее? Ну, тренд, да, безусловно, есть. Увеличивается вообще проникновение среди и подростков, и детей даже в использовании финансовых инструментов, то есть там те же самые карты для расходных операций, дебетовая карта, конечно, это не кредитная карта, например, да, как минимум, это уже прямо такая история достаточно серьезная, потому что, например, лет, наверное, 5-7 назад представить, чтобы у детей был такой инструмент, это было практически невероятно, а сейчас вообще почти, на этом, статистику я не видел, но вообще, мне кажется, едва ли там больше, чем у половины школьников начинают с первого класса, вообще с первого класса, да, есть своя банковская дебетовая карта, вот, соответственно, плюс, да, действительно, платежи по подпискам всяким и прочее, да, то есть, вовлечение в финансовые операции, оно происходит, понятно, что это касается, прежде всего, платежей и вот, как бы, доступа к какому-то счету, где можно что-то купить, да, то есть, вот об этом уже, да, то есть, речь не идет о кредитах, кредиты, нет, речь не идет об инвестициях, если это не какие-то специальные накопительные счета на детей, которые, в принципе, открываются родителями, но, как бы, это привязывается к ребенку, но это все-таки не его инструмент, да, не ребенка, вот, а вот инструменты платежей и ведения счета и, там, карты, да, это прям на глазах растет проникновение, это действительно такая история, она, наверное, полезна в целом, потому что вряд ли здесь может быть какой-то, какие-то большие очень риски для семьи, ну, там, максимальный риск, это там, что ребенок не санкционированно потратил что-то, да, вот, но, там, как правило, защищенные достаточно, скажем, дополнительные степени защиты, чтобы не было мошенничества какого-то, или там, до специальной инженерии против детей, потому что понятно, что они могут быть еще более подвержены, все взрослые, это как-то там ведутся на свете усещения, как уж дети могут на это вести, но, тем не менее, это, наверное, пока, это более продвинутый аналог карманных денег, так вот скажем, да, в большей степени, просто это вот отцепровка карманных денег, вот что, вот что это значит, но, но это происходит, это хорошо. Спасибо. Спасибо. Есть еще у кого-то вопросы, ребят. Павел, а можно вот небольшой вопрос прокомментировать, что, по вашему мнению, сейчас будет происходить с валютными курсами и вообще с валютными операциями российских банков в условиях ограничений, вот, что будет происходить с долларом, евро, юань, что такое, такое, есть понятие, квазирыночный курс, как-то вот, что нас ждет, и как изменилась сейчас эта деятельность у банков? Ну, про валюты большая тема, на самом деле, значит, здесь я бы, наверное, три момента выделил. Первое, то, что очень много, значит, по этому поводу вот такой дискуссии, насколько у нас реальный вообще курс сейчас валют, да, то есть он искажен или нет. Ну, он в достаточной степени реален, то есть он отражает, по сути, рыночную ситуацию, в этом смысле он реален, то есть мы не перешли на какой-то индикативный курс, там, устанавливаемый центральным банком на основе, допустим, информации, закрытой от какого-то ограниченного числа банков, это тоже был вариант, который могли прийти, но мы к нему не пришли, то есть у нас сейчас курс в этом плане относительно рыночный, но просто рынок такой, да, он специфический, у нас вначале сильно обвалился импорт, а при этом экспорт, наоборот, экспортные доходы, соответственно, резко выросли, поэтому курс, соответственно, пришел к равновесию к такому, при действующих валютных ограничениях, к такому равновесию показалось странным, да, вот эти вот там пресловутые 55-60 рублей за доллар, да, это казалось странным, но вообще это ровное отражение ситуации на рынке, было при том падении импорта, при том росте экспортных доходов и при тех валютных ограничениях на операции и низком спросе на валюту со стороны физических лиц, он был реально очень низкий спрос, вот такой курс получился равновесный, рыночный, сейчас мы видим, что опять начались движения там, да, собственно говоря, в том числе, потому что немного подрастает импорт, все-таки, то есть идет разворот по импорту, наоборот падают доходы экспортные, рынок в этот торт движется именно по этой причине, то есть, собственно, тоже все вполне логично, другое дело, что иногда рынок подвержен еще каким-то какому-то влиянию интервенций или каких-то крупных заходов больших участников, типа того же там Минфина, который может почему-то заходить не напрямую, а от какого-то крупного участника, там, какой-нибудь банк тоже может участвовать в интересах на самом деле Минфина или ЦБ, это тоже может быть и на рынок это может влиять, поэтому бывает так, что вот последние два дня такой рынок, он, наверное, скорее всего из-за этого. Тем не менее, тем не менее, значит, соответственно, вот курс, повторюсь, он равновесный, рыночный и просто такой рынок. Вот я вижу в чате вопрос, почему такая дискриминация по поводу перевода. Кстати, центральный банк лимиты увеличил, то есть там уже, сейчас, а, да, свыше, значит, можно перевести, меньше нет, но смотря какой банк. Это, кстати говоря, тоже, вот я вам скажу так, что банку, банку, конечно, не очень интересно переводить, маленький объем, понятно, потому что, ну, неинтересно, но смотря какой банк у вас, да, и, в общем-то, есть банки, которые переводят небольшие суммы, понятно, что там комиссия будет относительно суммы просто выше в этом, смысле, вот, но, наверное, дискриминация в плане, вот, именно такой, что, там, только какая-то большая сумма, но, разные банки по-разному, вот, во-вторых, вот эта история с токсичностью валют, да, токсичная валюта же, она же не потому, что, вот, указан президенту, да, некоторые валюты стали токсичными, а объективно токсичные, то есть, закрытие корс счетов, невозможность реально потом совершения операции, что будет делать банк, если у него в пассивах, например, много, ну, много долларовых пассивов, а активов в долларовых нет, и при этом у него риск того, что ему там, собственно говоря, откажут в долларовых корсчетах вообще, чем будет это делать, понятно, что это реально риск, и банки будут эти риски скиджировать через то, что вводить дополнительные штрафные санкции и, соответственно, какие-то ограничения на держание валюты, ну, то есть, это, в принципе, вполне тоже естественно, вот, есть не токсичные валюты, где риск меньше, или там минимальный, или вообще отсутствует, соответственно, там операции начинают появляться, но по этим валютам просто другой риск, да, то есть, если по токсичным валютам, так стало, доллар, евро, и там другие валюты, там европейские, иена, там и так далее, риск именно вот такой, санкционный, да, то по остальным валютам, дружественным, по ним другой риск, они более волатильные, они нестабильные, они зачастую еще и такие, подвержены инфекционному большему воздействию, то есть, другие риски, вот, поэтому перспектива такова, что, в принципе, девалютизация, которая произошла уже очень мощная, она будет продолжаться, но уже не такими темпами, сейчас мы видим, что банки немножко беспокоились, даже снизили трассные санкции, там, к комиссии, по отношению к клиентам, которые держат большой объем валюты, то есть, там, чуть-чуть ослабили эти вот требования, условия, и это будет даже дальше мягко проходить, через то, что будет уменьшаться доля валюты, валютных счетов, будет и дальше уменьшаться доля валютных активов в банкской системе, валюты никто не запрещает, никаких вот там рестрикций таких прямых не будет, но понятно, что это не очень будет все удобно, и надо пройти через какое-то большее количество итераций, более сложно, чтобы валюту что-то сделать, вот и все, вот к чему мы приходим. По поводу того, какие банки переводят, ну, вот просто, как пример, Райфайзен переводит, сколько я вот даже могу сказать, как пример, Райфайзен переводит гораздо меньшие суммы без каких проблем и с приемлемой комиссии. Это просто, например, вот Райфайзен. Ну, я так думаю, что несанкционные банки, потому что проблема-то еще в санкционных банках есть, это дело не в комиссиях, а несанкционные банки многие переводят и... вероятно я не слышу есть еще какой-то вопрос но мы вас что слышим продолжаем слышать видеть ресурс наушников исчерпался я если вопрос какой то есть то можно еще раз озвучить а если нет то наверное тогда нет вопросов ребят я так понимаю еще один задать вопрос а что вы думаете по поводу технологии блокчейн в банкинге сейчас банки активно работают в направлении начинает его использовать там транзакциях еще где-то но здесь надо сделать две оговорки до первое что многие считают что блокчейн равно криптовалютам это не так и собственно именно блокчейн как распределенный реестр и система подтверждения транзакций вот такой альтернатива другим способам подтверждения верификации транзакции сделок и операции да это очень правильная история и банки будут очевидно применять и мы видим что в эту сторону двигаются это точно такая сказать это это действительно один из из фундаментов наверное дальнейшего развития финансового рынка и вообще вот подтверждение сделок через блокчейн да то есть тут как вопросов нет вот вторая история это еще есть отдельные отдельная история с цифровыми валютами в смысле с цифровым рублем с правым юванием и так далее вот это там отдельный блок вопросов и обновь здесь обозначил то что это думаю что тоже это будет очень активно развиваться силу того что здесь можно отслеживать собственно говоря конкретный рубль именно цифровой рубль да можно отслеживать его движение то есть это по сути большая прозрачность экономики отслеживание всех транзакций это и фискальные инструмент и инструмент опять же контроля сделок с одной стороны борьбы с мошенничеством повышение прозрачности борьбы с налоговой оптимизации и понятно разными махинациями с другой стороны это просто еще один инструмент повышение прозрачности просто всех людей со всеми транзакциями но опять же неизбежно к этому приходит поэтому вот наверное ли бы так мы вот в транзакциях подтвержда bring платежей, я абсолютно понимаю ценность блокчейн, а вот вторая такая категория, про которую вы сказали, это цифровой рубль и, наверное, цифровые финансовые активы туда же можно включить. Вот она, не знаю, вот она у вас не вызывает вопросов, потому что, насколько я понимаю, сейчас ни один банк до конца не понимает, а что с этим собственно делать, и до конца не проработана законодательная база, и есть ли от этого реально какая-то ценность для клиента, потребителя, что это не просто модная новинка. Как вы считаете, есть ли прям ценность прям, что он в себе несет? Ой, и рубль цифровой, они не для банков внедряются, то есть банки ищут и не находят там для себя бенефитов, а банки нашли там для себя какие-то бенефиты. Нет, не для этого, да, и причем вот как раз рубля, это определенный удар по пассивной базе банков, кстати, да, потому что, собственно говоря, это как раз история про то, что у банков практически будет некое изъятие спасибо с одной стороны, с другой стороны, ничего для них с точки зрения там их дополнительных каких-то плюсов бизнесе, марже, там ничего это не дает абсолютно, но это нужно государству, вот, и причина в том числе это контроль транзакций и прозрачность экономики, вот, это фискальная роль, это антиотмывочная роль, то есть все вот это вот, и наверное, это все будет не верно, потому что государство, если захочет, то внедрит все равно. Хорошо, спасибо большое. Ну, если нет вопросов, ребят, есть еще у кого что спросить? Наверное, такая тема очень живая во все времена была, финансовые рынки, инструменты, деятельность банков, это очень все быстро меняется, страхование, а тем более сейчас, наверное, можно говорить об этом очень долго. Спасибо вам большое, Павел, очень интересно было вас слушать, много таких инсайтов возникает, что хочется еще больше и более глубоко обсуждать и говорить об этом. Будем очень рады вас снова видеть на нашей программе. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое, надеюсь, было интересно. Очень. Всем хорошего, всем хорошего вечера, спасибо. До свидания. До свидания.